Учить историю по книгам бывает непросто. Клонит сон, много сложных дат и имён. Но совсем другое дело испробовать всё на себе. Военно-исторический клуб «Бобруйский рубеж» организовал выставку формы одежды и снаряжения Красной Армии в разные периоды её существования. Также в экспозиции можно увидеть фляжку, подсумки и даже коктейль Молотова. Больше половины экспонатов – подлинники, которые собирались по всем уголкам Беларуси. Целью нашего выставки и действия, нашей деятельности – это патриотическое воспитание молодёжи. Мы рассказываем о героических подвигах, исторических событиях. Это как раз воспитывает молодёжь, они гордятся прошлым. Создать атмосферу погружения в прошлое помогает созданный антураж. Экскурсоводы в форме и развернутые походные военные палатки. У гостей выставки также есть возможность подержать в руках настоящее оружие и даже пострелять по мишеням. Здесь и тематическая фотозона, и фрагменты из далёкого 41-го. Оперативная группа. В районе военно-транспортного училища была замечена группа телевизорцев. Срочно принять меры ликвидации противника. Всё это подготовка к масштабной реконструкции событий Великой Отечественной войны, которая пройдёт 7 мая в 18 часов на территории Бобруйской крепости. В ней примут участие не только военно-исторический клуб, но и другие организации. Для города, как и для всей страны, это памятный день. Один из самых важных праздников в году. Праздник самый лучший. Мы вспоминаем своих родных, своих близких, что они отстояли нашу свободу, родину нашу защитили. Мы им очень благодарны за это. Что для вас этот праздник? Ой, много сразу мыслей разных. Ну, как сказать. Конечно, это победа. В Великой Отечественной войне и большое участие Советского Союза во Второй мировой войне. На плечи нашего народа, конечно, легли очень большие тяготы. Поэтому это праздник. Сейчас телеграм-каналы призывают игнорировать празднование 9 мая. Как вы к этому относитесь? Вы что, с ума сошли? Это дети маленькие, которые не понимали, не видели войны. Это такое чувство. Это вы что? Нельзя даже в это поверить, что 9 мая нельзя праздновать. Бобруйск «Великую победу» отпразднует масштабно. 6 мая в 18 часов во Дворце искусств пройдет концерт звезды белорусской эстрады. Руслан Олегнов выступит совместно с ансамблем Вооруженных сил Беларуси «Наследие». А уже в субботу состоится патриотический велопробег. 9 мая горожан ждет насыщенная программа. От полевой кухни и выставки военной техники до автопробега и флешмоба. В 11.15 в городе пройдет акция «Беларусь помнит». Главными действующими лицами станут ветераны войны. Почтить память героев, рассказать об их подвигах своим детям и просто хорошо провести время с семьей. Такая возможность есть у каждого бобруйчанина.